Добрый день, коллеги! Хотелось бы представить свой доклад. Как уже неоднократно было сказано, что ультразвуковое исследование – это ведущая модальность появления очаговых образований. Злокачественные опухоли неуклонно занимают 1,5%, и 50% – это локализация щитовидной железы. С внедрением аппаратов премиум и экспертного класса выявляемость очаговых образований, в том числе злокачественных, значительно повысилась и стала более 40%. И заболеваемость неуклонно растет, и уже по данным ВОЗ в 2019-2020 годы предлагается занять третье место в распространении рака щитовидной железы у женщин после рака молочной железы и рака шейки матки. Как уже говорилось, предлагается несколько режимов визуализации очаговых образований. Это основной режим визуализации B-режим, неоднократно озвученный. Это доплеровские режимы, и режимы, на которых мы остановимся подробнее. Это ультразвуковая компрессионная эластография, эластография сдвигованы как качественная, так и по количественной оценке. И контрастно усиленное ультразвуковое исследование, которое в последние годы гораздо успешно применяется и на практике. Уже Елена Поликтовна нам рассказала о больших и малых признаках злокачественности, при которых мы выставляем ТРЭЦ 4 или 5 и направляем на тонкоигольную биопсию. Но мы видим на слайдах, что мы видим как раз эти большие и малые признаки у нескольких узловых образований. Но цитологическая картина – это папиллярный рак, это узловая форма аутоиммунного тиреидита, а это был цитологический военно-коллоидный узел. Тонкоигольная биопсия, как нам рассказал Олег Николаевич, это диагностический метод уже первой линии, не золотой стандарт, который нам, как говорят, обычно наши хирурги, которые не занимаются онкологической направленностью. Но этот метод, как мы знаем, относительно безопасный, недорог, нет воздействия радиации, должны отрицательные результаты колебаться от 5 до 10% и меньше эффективность при многоузловом зубе. Очень сложно взятие материала при воскулизации геморрагических масс в коллоидных узлах, очень сложен забор материала менее 1 см, локализации, когда в перешейке или по задней поверхности, и бывают ошибки цитологические, трудности при диагностике, мы уже знаем, фолликулярных опухолей, при смешанном раке и минимальный рак менее 2-3 мм также диагностически труден. Предложенная, мы все уже неоднократно показывали эту схему, это тест 2010 года, которые вот именно 3, 4 и 5 подгруппы значительно вызывают какие-то сложности в диагностике. То, что касается доплерских характеристик, вы уже говорили, патологический рисунок узла, характеризуется наличие извитых, хаотично измененных, обрубленных, неравномерно расширенных сосудов, и где-то в 50% случаев, когда мы видим, подтверждается в этих узлах именно высокодифференцированный пиллярный или фолликулярный рак. То, что касается эластографии, применение показаний, это наличие образования, и также мы можем использовать в состоянии региональных лимфатических узлов рядом расположенных. Как говорилось уже ранее, что в 2016-2017 годах данный метод был озвучен для рекомендаций в применении именно визуализации ночеговых образований именно европейским сообществом ультразвуковых диагностов. Режим эластографии – это дополнительный режим к B-методу, B-режиму, и оценивает относительную жесткость. Високая жесткость узловых образований характерна особенно в случае пиллярного рака. Это диагностическая точность от 91-96%, но метод, как и все методы, имеет ограничения. Среднюю и низкую жесткость имеют такие опухоли, как фолликулярные и медулярные раки, и поэтому и ограничивает активное применение эластографии в диагностике этих узлов. В настоящее время мы знаем два метода эластографии – это компрессионная эластография или стройная эластография, и трезиентная эластография или двиговолновая эластография. Применяется, как уже говорилось, именно визуальная шкала или качественная оценка паттернов, характеризующая относительная жесткость. Для разных аппаратов цветность различна, но, как правило, именно применение по шкале эластичности, критерий Рейда и Астерия, мы видим, что для доброкачественных изменений характерны первые две, потом пограничные три балла, и последние две – это именно характеризуются жесткостью узла, как ограничение по капсуле, иногда при инфильтративном росте это 5 баллов с распространением. Коэффициент жесткости или границы отсечки, которая имеет чувствительность высокую при попиллярном раке, по данным авторов от 2,5 до 3,7, и в нашем учреждении у нас эта цифра получилась при значительной чувствительности специфичности 3 единицы. Эластография сдвигового волны также позволяет оценивать в зоне интереса именно Афеер или Эластография или Акустио Рейдшимфор Импульс. Это при серошкальной шкале и пороговое значение для доброкачественных и злокачественных узлов варьер от 2,4 до 4,7 метров в секунду, а сдвиговая волны двухмерная, это жесткие ткани, окрашивать я уже говорила, что различные может быть цветности, именно красная шкала и более мягкие в оттенках синие шкалы. И дифференцируется коэффициент жесткости, пороговое значение оценивается в килопаскалях, среднее значение по различным авторам от 2,2 до 48 единиц килопаскалей. Здесь приводятся примеры визуализируемых достаточно жестких узлов. Это в всех случаях был диагностирован папиллярный рак. Но есть артефакты, которые нам не позволяют достаточно хорошо оценить. Это иногда высокая пульсация сонных артерий, это кальцинаты в структуре узла, именно геморрагические кистовидные включения, если узел расположен за грудиной, и на фоне многоузловых образований лиотоиммунного тиреидита. Та же самая эластография сдвиговой волны при качественной оценке. Еще она более высока, эффективность ее при кистозных и кистозно-солидных узлах. Но артефакты те же самые, и есть еще артефакты, когда высокая жесткость узла. Мы видим, что нет качественной эластометрии в центре узла при достаточно высокой жесткости. Также сложны при аутоиммунном тиреидите. Что касается контрастно-усиленного исследования. Мы исследуем только одиночные узловые образования. В нашем центре применялся препарат фирмы Брака, сыновью. Разводился внутрь вена 2,4 мл. И время исследования было в среднем 1,5 минуты, но первые данные мы получали за первые 30 секунд. В дистанциональной диагностике вышел ряд статей за этот период времени, когда начали применяться контрастные препараты касательно очаговых изменений в щитовидной железе. Но все рекомендации. Говорится, что улучшается диагностическая эффективность этой методики при применении и как эластографии, так и контрастно-усиленного ультразвукового исследования. И диагностическая точность достаточно высока. Показания – это как раз то, что очень сложно иногда при эластографии визуализировать. Это многокамерное сложное кистозное образование с надеждением высокого выраженного внутрикистозного компонента и неоднородного содержимого. Когда при эластографии мы получаем пограничный эластотип 3 и относим при наличии в ВБ-режиме малых и больших признаков потенциала злокачественности, фолликулярные опухоли иногда можно раздифференцировать при Тайрат-4 с выраженным кистозным компонентом, выявление остаточной ткани щитовидной железы после операционного периода или рецидива. Также сейчас есть ряд статей, которые позволяют использовать контрастное усиленное исследование при оценке эффективности лечения после радиочастотной абляции. Различает фатерноконтрастирование – это неконтрастный, который узел не контрастировался во время процедуры, гиперконтрастный, когда узел контрастировался выше, чем паранхема щитовидной железы, и законтрастный, когда узел контрастировался с той же интенсивностью, что и паранхема, и гипоконтрастный, когда узел накапливается с пониженной интенсивностью. Для доброкачественных узлов характерно было кольцевидное контрастирование и изоконтрастный паттерн, иногда гиперконтрастный паттерн. Мы видим здесь ряд, когда имеется кольцевидное и изоконтрастный, как в артериальную фазу и в венозную фазу мы видим тоже кольцевидное паттерн с наличием кистозного компонента. Характерно было для сложных кист коллоидного зоба узловой формы аутоиммунного тиридита и дном из значительных размеров с кистовидной перестройкой. Злокачественные узлы, как правило, имели гетерохогенно контрастирование однородное, был гиперконтрастный паттерн и характерно было центропитальная перфузия контраста. Также мы видим данные изменения как в артериальную фазу, так и в венозную фазу. Мы их характерно для папиллярного рака, фолликулярно-папиллярного и медулярного рака. Можем оценить количество и анализ узловых образований, как появление контраста в пике, и оценить площадь под кривой накопления контраста и площадь под кривой вымывания контраста. Диагностическая эффективность, как видно на таблице, уже в B-режиме чувствительность была для данных образований и точность достаточно ниже, чем при определении неправильной формы, при контрастно-усиленной лентозаковой гиперконтрастировании и неоднородность контрастирования значительно повышали как чувствительность, так и специфичность, так и точность исследования. И хотелось бы привести несколько примеров. Это дама, мы видим узловое образование сниженной эхогенности с нечетким неровным контуром, видим воскрулизацию по периферии узла. И при артериальную фазу мы ввели контраст, мы видим кольцевидный паттерн контрастирования, что и видно при заполнении контрастом. Это была киста с геморрагическим содержимым. Еще один пример. Молодой человек, с родом 2 лет. Мы видим также эхогенность с кистовидными включениями узел, довольно четкий, с повышенной воскрулизацией смешанного типа. Неоднозначные видим зоны жесткости, характерные для второго-третьего эластотипа, но низкий коэффициент жесткости. Контраст заполнял в различные фазы артериальные достаточно ровно, с кольцевидным типом накоплений и достаточно медленно вымывался контраст. Вот гистологический фолликулярный анденома, эцетологический без ТД2. Еще несколько примеров. В B-режиме мы видим узловые образования, сниженные эхогенность как в первом случае, так и во втором случае, с таким атипичным сосудистым рисунком по периферии. При проведении капрессионной эластографии данное узловое образование был второй мягкий эластотип с нижним порогом коэффициента жесткости. Этот узловое образование был несколько выше, и мы видим четвертый эластотип. Но при введении контрастного вещества мы видим, что в артериальную и венозную фазу был изоихогенный тип контрастирования, а здесь мы видим неоднородное контрастирование, что и видно при кинопетле. Это оказалась узловая форма тиреидита, а здесь вносился папиллярный рак. Что касается узловых образований, которые мы можем выявить, дистопию узла, мы, это вот у нас единственный пример, мы визуализируем в корне языка однородных гипехогенных два узла с высокой воскролизацией в данном. При эластографии достаточно мягкий эластотип с низким пороговым коэффициентом жесткости и однородное заполнение контрастно-какаватриальную и венозную фазу. Это диагностировалось сектопированная долька в проекции корня языка. Еще один пример. Женщины 60 лет после нескольких операций было выявлено в мягких тканях шеи по задней поверхности узловое образование. Снижены эхогенности с нечеткими неровными контурами, атипичным кровотоком. Достаточно высокий по жесткости и высоким пороговым коэффициентом образование. И при контрастировании мы видим неоднородное заполнение контрастом. Это метастаз, медулярный рак и в мягкие ткани шеи. И еще хотелось бы остановиться на оценке эффективности лечения. Это новая методика. Применяется как в доброкачественных кистозных узлах, так и в диагностированный папиллярный рак. Менее 10 мм применяется абляция данных узлов. Вышло уже несколько ряд статей, которые доказывают высокую эффективность данных изменений. И пример, который я хочу показать, это маленький минимальный рак, менее 10 мм, в котором была выполнена криоабляция. В результате выявляется как раз нарушение перфузии контраста. И через 3 месяца после абляции, а через 6 месяцев мы видим, что уже в данной зоне мы видим неизменение ткани щитовидной железы. И в заключение хотелось бы сказать, что мультипараметрическое ультурозыковое исследование высокоэффективно именно в сочетании сонного астографии и контрастно усиленного ультурозыкового исследования. И может быть использовано как методика не только для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных образований, но и для уменьшения использованной тонкоигольной биопсии именно при геморрагических калоидных узлах с геморрагическим содержимым. Может служить дополнительным методом при подозрении на злокачественность и перед тонкоигольной биопсией, так и в сочетании с ней. И хорошо и эффективно для оценки эффективности лечения после абляции. Спасибо за внимание.